Друзья, всем привет! Вы на канале Фактограф, а это значит, что вас ждет новая порция интересной информации. Сегодня поговорим про вирусы и инфекции. Во все времена человечество сталкивалось с масштабными эпидемиями, которые уносили жизни миллионов людей. Несмотря на то, что уровень медицины в разы вырос, нас все равно продолжают атаковать вирусы. С некоторыми мы удачно справляемся, другие же мутируют и поражают людей с новой силой. Какие же болезни были самыми опасными в истории человечества? Давайте разбираться. Поехали! Сибирская язва. Одно из опаснейших инфекционных заболеваний – сибирская язва. Она молниеносно передается от больного организма к здоровому, заражая все на своем пути. Отличается высокой стойкостью и живучестью, может десятки лет оставаться на поверхностях и проникнуть в организм человека. Образуя споры, становится устойчивой к высоким температурам, дезинфицированию и высушиванию. Попадает бактерия в организм воздушно-капельным путем или через желудок, вызывая образование язв, интоксикацию, воспаление внутренних органов и лимфатических узлов. При отсутствии лечения болезнь усугубляется и переходит в легочную форму. В таких случаях смертность составляет более 90%. Эта болезнь известна давно. Ее назвали «священный огонь» и упоминания о ней встречаются еще в рукописях античных ученых и писателей. В китайских рукописях еще 5000 лет назад можно встретить упоминания о болезни, очень схожей с сибирской язвой. В 1788 году врач Степан Андреевский описал это заболевание и назвал его «сибирской язвой» из-за того, что распространялось оно в основном в Сибири. Он смог доказать возможность передачи бактерий от животных к человеку. Роберт Кох в 1876 году впервые выделил бактерию Bacillus anthratis в чистом виде, которая вызывает сибирскую язву. Бубонная чума Бубонная чума обрушилась на Европу в середине века и поразила большую ее часть. Так черная смерть унесла жизни более 50 миллионов человек, и лишь в начале прошлого столетия ее смогли победить, создав вакцины и антибиотики. Но несмотря на это, даже и сейчас каждый год бубонной чумой заражается более 2500 людей. Симптомы болезни проявляются в виде повышения температуры, бредовых состояний, лихорадки, воспаления лимфоузлов. При тяжелой степени появляются сепсис, нарывы в районе подмышек и паха. В этих случаях в запущенной форме летальный исход практически неизбежен. Люди, больные чумой, стали первым в истории биологическим оружием. Даже в 21 веке чума не утихает. Наиболее подвержены этой инфекции Перу, Мадагаскар и Конго. К счастью, сегодня она лечится антибиотиками и не представляет такой угрозы, как раньше. Тем не менее, по данным ВОЗ, с 2010 по 2015 годы зафиксировано более 3000 случаев заражения. Из них более 500 человек умерло. Бешенство. Бешенство вызывает вирус Рабиес вирус, который попадает к человеку во время укуса зараженного животного через слюну. Первые симптомы проявляются в виде боли в месте укуса, зуда и повышенной температуры. В дальнейшем больного начинают преследовать галлюцинации, его пугает любой шум, и он отказывается от воды. Если с самого начала не начать лечение, человек может умереть от паралича. При проявлениях первых симптомов бешенства оно уже не поддается лечению. В 99% случаев источником заражения являются собаки. В Африке и Азии каждый год умирают десятки тысяч людей. 80% всех случаев заражения приходятся на малоимущие отдаленные сельские районы. По данным ВОЗ, более 50 тысяч человек ежегодно умирают от бешенства. Основным фактором, который может остановить передачу бешенства, является вакцинирование собак. Холера. Холера – опасное заболевание, которое характеризуется поражением желудочно-кишечного тракта и полным обезвоживанием. Заразиться можно через продукты и грязную воду. Холера особенно распространена в районах с плохими санитарно-гигиеническими нормами и при нехватке чистой питьевой воды. Люди сталкивались с холерой еще с античных времен. В XIX веке главным источником заражения была река Ганг. Катастрофа случилась, когда инфекция распространилась по всему миру и после шести эпидемий подряд погибло более нескольких миллионов людей. Седьмая эпидемия из Азии перекочевала в Африку, а к 1991 году добралась и до Америки. Даже в XXI веке случаются вспышки заболеваемости, особенно после серьезных стихийных бедствий, например, землетрясений. Каждый год холерой заражается около 5 миллионов людей, 100 тысяч из которых погибают. Без использования антибиотиков выздоровление практически невозможно. Эбола. Впервые этот вирус зафиксировали в 1976 году в Конго, в селении на берегу реки Эбола. Именно поэтому болезнь получила такое название. Изначально вирус передавался от животных к человеку, вероятнее всего от летучих мышей. В дальнейшем, через слизистые оболочки или повреждения, вирус передается от человека к человеку. Симптомы Эбола проявляются в виде желтухи, лихорадки, головной боли, боли в мышцах и горле, почечной недостаточности, рвоты, диареи. В период вспышек, болезни смертность составляет более 90%. Всего известно 6 разновидностей вируса. Заир, Судан, Бундибуджо, Тайфорест, Бомбали и Рестон, который поражает лишь животных. В основном инфекция обитает на африканском континенте. Известны также случаи заражения в США, Великобритании, Испании и Италии. По подсчетам ВОЗ, с начала эпидемии заразилось более 30 тысяч человек, из которых более 11 тысяч случаев закончились летально. Эпидемиологическая вспышка Эбола 2018-19 годов в Демократической Республике Конго продолжается и сегодня. СПИД и ВИЧ. Опасный вирус, который поражает иммунную систему и ослабляет защиту всего организма. Он может передаваться при сексуальном контакте, использовании зараженных острых предметов и инструментов, переливании крови, от больной матери к ребенку во время родов и при грудном вскармливании. СПИД может находиться в организме очень долго и никак себя не проявлять и развиться даже через 15 лет после инфицирования. Лекарств от ВИЧ нет, но его можно прекрасно контролировать поддерживающими препаратами и ослабить негативное влияние на организм. Некоторые ученые считают, что человек заразился от обезьян в начале прошлого столетия. Первым умершим от СПИДа в 1959 году был житель Конго. Впервые симптомы ВИЧ были описаны лишь в 1981 году в Америке. Через два года группа французских и американских ученых описали вирус, который вызывает синдром приобретенного иммунодефицита. По подсчетам ООН в 2018 году в мире насчитывалось около 40 миллионов ВИЧ-положительных людей. Из этого количества 1,7 миллионов были дети до 15 лет. Половина заболевших проживают в неблагополучных районах в Южной и Восточной Африке. Свиной грипп. Свиной грипп получил такое название из-за первоначально распространившегося заболевания в 2009 году. Среди домашних свиней. Он передается воздушно-капельным и бытовым путем. Его симптомы очень схожи с обычным гриппом и простудой – головная боль, температура, кашель, насморк, диарея и рвота. Осложнения приводят к развитию пневмонии и летальному исходу. Сегодня самым эффективным способом избежать инфицирования является сезонная вакцинация. Свиной грипп относится к типу А. Он объединяет по типу H1N1, H1N2, H3N1, H3N2 и H2N3. Во второй половине XX века вирус H2N2 повлек смерти от 1 до 4 миллионов людей, большинство из которых были дети. Ученые полагают, что у одной из разновидностей свиного гриппа была испанка 1918-19 годов, которая унесла жизни нескольких десятков миллионов людей. Оспа. Оспа передается воздушно-капельным и бытовым путем. Инкубационный период длится от 7 до 17 дней, вызывает болезнь вирус вореола. Вначале оспа проявляется как ОРВИ или грипп с повышением температуры, головной боли, рвоты или тошноты. Через несколько дней температура опускается, а на теле появляется характерная сыпь, которая оставляет после себя рубцы. Без должного лечения процент смертности довольно велик, до 30%. При редких и более опасных формах оспы смертность повышается до 70%. Сегодня ученые полагают, что вирус оспы перешел к человеку от верблюда еще в начале нашей эры. Впервые сильная эпидемия поразила Китай в 4 веке и Корею в 6 веке. В 8 веке оспа добралась и до Европы, где ежегодно от нее умирало более полутора миллиона человек. В Америке упоминания об оспе известны с 16 века, а в конце 18-го она добралась и до Австралии. Победить оспу смогли лишь во второй половине прошлого столетия благодаря созданию вакцины. В 1980 году ученый Мир официально объявил о победе над оспой. Сегодня лишь две лаборатории во всем мире имеют право на исследование оспы. Российская и американская. Испанка Испанский грипп А по типу H1N1 с 1918 по 1920 годы повлек к смерти более 100 миллионов людей. Заражению были подвергнуты более 550 миллионов человек, что составляет треть населения всей планеты. Это была самая массовая и масштабная биологическая катастрофа. Впервые зафиксировали испанку в Америке, где она моментально распространилась по миру. Испанкой ее нарекли из-за того, что именно Испания впервые объявила о пандемии. Вирус моментально поражал легкие человека, а через пару часов переходил в пневмонию. Многие умирали уже через день после первых симптомов. Ткани легких, больных людей очень быстро разрушались и наполнялись жидкостью. Самое удивительное было то, что вирус атаковал в основном здоровых молодых людей возрасте от 20 до 40 лет. Заражались массово и умирали целыми поселениями. Людей не успевали отпевать и хоронить. Многих умерших хоронили в массовых могилах без гробов. Болезнь, как сама пришла, так в один момент и затихла, забрав с собой миллионы погибших. Некоторые исследователи пришли к выводу, что началом болезни стали антисанитарные условия во время Первой мировой войны. Коронавирусы. Коронавирусы впервые были обнаружены в 1960-х годах. Они поражают органы дыхания и желудочно-кишечный тракт. Всего выделяют 39 коронавирусов, из которых и торст – тяжелый острый респираторный синдром. Он характерен мгновенным развитием атипичной пневмонии, вероятность летального исхода составляет 10%. Инкубационный период в среднем длится 10 дней. Заразиться можно воздушно-капельным путем и контактно-бытовым. Осенью 2002 года в Китае была зафиксирована вспышка – торс. Кроме азиатских стран, атипичная пневмония распространилась в Европе и Америке. Тогда заболело более 8000 человек и более 800 случаев закончились летально. Ближневосточный респираторный синдром вспыхнул в 2012 году в Саудовской Аравии. Некоторые склоняются к выводу, что носителями вирусной инфекции были верблюды. Симптомы очень схожи с обычным гриппом. Болеют в основном взрослые. С 2012 по 2015 годы эта инфекция была зафиксирована в более 20 странах мира. В 2020 году мир содрогнула новая коронавирусная инфекция, пришедшая из Китая и быстро распространившаяся по всему миру. В 2021-м коронавирус мутирует и возникают новые его штаммы. Это был наш ТОП-10 самых опасных инфекционных заболеваний. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное. До новых встреч на канале Фактограф.